Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел заседание Совета. Мероприятие объединило очно глав всех регионов Дальнего Востока и в режиме онлайн представители руководства крупнейших федеральных министерств и ведомств. Полпред отметил, что большое внимание будет уделено мерам поддержки гражданам, призванным в ходе частичной мобилизации на Дальнем Востоке и тем, кто решил участвовать в СВО в качестве добровольцев. На Дальнем Востоке завершилась частичная мобилизация. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, всем мобилизованным ежемесячно будет выплачиваться довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Регионы постарались обеспечить военных всем необходимым для участия в спецоперации, экипировать их. Во многих лагерях подготовки я успел за это время побывать. Хочу поблагодарить и представителей министерства обороны, и губернаторов. Работа, на мой взгляд, велась квалифицирована. Во время своего выступления Юрий Трутнев обратил внимание на то, что многое еще предстоит сделать для победы. Второй вопрос был посвящен информационной поддержке специальной военной операции. В нынешних условиях сплоченность общества вокруг президента, вокруг армии играет решающую роль. Мы должны доводить до каждого жителя Дальнего Востока информацию о том, что в эти дни бойцы, участвующие в специальной военной операции, борются не только за права жителей новых регионов, но и за независимость и свободу нашего государства. За предотвращение угроз, создаваемых агрессивным поведением Северно-Атлантического альянса. Третий и четвертый вопросы совета были посвящены реализации нацпроектов на Дальнем Востоке и итогу прошедшего Восточного экономического форума. Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году обеспечить повышение качества жизни в регионах Дальнего Востока выше среднероссийского. Эта работа должна проводиться в любое время, независимо от окружающей ситуации. Ну и последнее, что будем рассматривать, это итоги состоявшегося Восточного экономического форума. Вы знаете, что форум прошел успешно. Приняло участие более 7 тысяч человек из 68 стран мира. Проведено более 100 мероприятий, посвященных наиболее важным вопросам развития Дальнего Востока, внутрежоссийской международной повестки. Подписано 296 соглашений на общую сумму 3,2 трлн рублей. Президентам Российской Федерации дано 33 поручения. Сегодня мы посмотрим, как они исполняются, поскольку все поручения подготовлены, выстраданы. И от них зависит, как будет развиваться Дальний Восток. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.